МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Более широкое участие стран-членов НАТО в планировании ядерных ролей в рамках коллективной обороны, в базировании ядерных сил в мирное время, а также в механизмах командования, управления и консультаций», пишет автор и продолжает. Спустя два года в Чикаго все лидеры выступили с обзором политики сдерживания и обороны, в котором говорится, ядерное оружие является ключевым компонентом сил и средств НАТО для сдерживания и обороны наряду с обычными и ракетными вооружениями. Таким образом, несмотря на призывы США к ядерному разоружению, европейские страны НАТО, напротив, расширили свои программы модернизации ядерного оружия, придавая этим вооружениям серьезное значение. С такой позиции солидарен и автор статьи. Джулия Иоффе написала для Нью Репаблик статью, в которой касается вопроса расовой нетерпимости в США в связи с произошедшим недавно убийством афроамериканского подростка Майкла Брауна в городе Фергюсон. Статья представляет собой опрос соседнего с Фергюсоном города Сент-Луис, в котором живет 60% белого населения. Автору стало интересно, что думают эти люди об афроамериканцах из соседнего населенного пункта, где не утихают протесты. Цитата. «Мы считаем, что СМИ не должны в это лезть, потому что они еще больше распаляют демонстрантов. Протестующим нравится смотреть на себя в телевизоре. Это просто небольшая группа людей, творящих беспорядки. Да и парень этот не совсем невиновный. Он дрался с полицейским, и у него уже была судимость, так что не такой уж он и безвинный». Передает журналистка высказывания жителей Сент-Луиса и возражает им, «По поводу первого довода еще можно поспорить, но по поводу второго нет. Полиция заявила, что у Майкла Брауна не было судимостей. Так или иначе, люди здесь с презрением относились к протестующим и в основном боялись их, а по ассоциации и всех чернокожих». Джулия Иоффе приводит и другие высказывания, но все они, в конце концов, лишь очень ярко изобличают наличие огромной проблемы расизма в стране. «Забытая модель вселенной», предложенная Эйнштейном. Под таким заголовком вышла статья в американском издании «Медиум». После открытия Эйнштейном теории относительности было принято считать, что Вселенная находится в стабильном состоянии, не расширяется и не сокращается. Поэтому Эйнштейн ввел в свою модель космологическую постоянную, которая могла регулироваться, чтобы Вселенная не расширялась и не сокращалась. Примерно тогда же Эдвин Хаббл сделал вывод, кардинально изменивший наше представление о мире, о том, что Вселенная расширяется». Цитата. В результате в 1932 году Эйнштейн и Де Ситтер опубликовали новую модель, в рамках которой они отказались от космологической постоянной, позволив Вселенной расширяться. В дальнейшем эта модель стала для космологического сообщества основной рабочей лошадкой, сообщается в публикации. Как оказалось, за год до этой работы вышла малоизвестная статья Эйнштейна под названием «Космологической проблеме общей теории относительности», переведенная лишь недавно. «В ней Эйнштейн предлагает модель Вселенной, которая сначала расширяется, а потом сокращается. Этот процесс начинается с сингулярности и ею же заканчивается. Данная модель также важна, потому что она впервые придает космологической постоянной нулевое значение», — пишет автор. Цитата. «Эйнштейн здесь выглядит скорее увлекающимся космологом, чем ученым, пытающимся показать совместимость своей величайшей теории с поразительными новыми астрономическими наблюдениями», — отмечают авторы перевода. Это интересный материал не только об эволюции взглядов Эйнштейна на природу Вселенной, но и о личности самого Эйнштейна. Кто из нас не работал в торопях и потом не замечал ошибок в своей работе, завершает статью «Медиум». «Наркотики, алкоголь, женщины, гомосексуализм. Другое лицо Тегерана» — довольно провокационную публикацию предложила своим читателям издание «Атлантико». Статья представляет собой выдержки из книги «Я иранец. Шпионцы Ру и Массада». Автор — Джаханшах Бахтиар, внук бывшего премьер-министра Ирана. Бахтиар провел в Иране детство, потом жил вдали от родины. И вот, вернувшись в свою страну, рассказал о царящих там нравах. Особенно интересно он пишет об иранских женщинах. Цитата. «Когда женщина переступает порог дома, где проводится вечеринка, она преображается, сбрасывает хиджаб, открывает декольте, укорачивает юбку. Она без страха заигрывает с мужчинами. Разговор очень быстро принимает интимный оборот», — рассказывает автор, которого особенно удивляет активное употребление наркотиков в Тегеране. «Спиртное, понятное дело, тоже течет рекой. В первую очередь, текила. Сейчас она последний писк моды», — уверяет Бахтиар. Хотя официально любой алкоголь в стране под запретом, а женщины не имеют права находиться рядом с мужчинами с открытым лицом. Но ночью, вдали от цензоров, все кошки серы. Так многозначительно подытожил автор.